Всем добрый вечер! Я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Начнём программу с рубрики «Красота». Женщина может выглядеть прекрасно в любом возрасте и для этого совсем не обязательно иметь идеальную по современным меркам фигуру. Правильно подобранный гардероб может в этом помочь и скорректировать не только фигуру, но и возраст, убавив несколько лет. Меняться нужно, главное выбрать правильное направление. Проект преображения новой «Я» одного из крупных торговых центров Самары – палочка-выручалочка для всех тех, кто хочет меняться. Не верите? Смотрите наш сюжет. Наша первая героиня – Оксана. Сказать, что любые преображения проходят для неё с лёгкостью, значит соврать. Героиня хочет меняться, но, как любая, осторожная и вдумчивая натура боится резких изменений. Вот что она ответила на наш вопрос про цель участия в проекте «Преображение. Новое я». Меня зовут Баранова Оксана, мне 46 лет. Я пришла на проект для того, чтобы поменять свой стиль одежды и жизни. У меня поменялась форма тела, я стала более женственной. Не знаю, как с этим жить. Мне нужно научиться, чтобы стилист мне помог в дальнейшем как-то себя показать с лучшей стороны. Стремление посмотреть на себя со стороны, довериться профессионалам и добавить в свою жизнь новых красок – свойственно каждой участнице проекта. У Ольги, нашей второй героини, есть ещё и азарство, свойственное её характеру. Олечка, здравствуй. Привет, меня зовут Ольга, очень приятно. Меня зовут Екатерина Новикова. Я на сегодняшний день твоя фея красоты. Мне 43 года, я работаю инженером на РКЦ «Прогресс». Пришла на проект для того, чтобы увидеть себя глазами профессионала. Ты согласна к «Преображению»? Конечно. Буду очень рада. Пойдём? Все наши участницы, прежде чем начать «Преображение», отправляются на консультацию к психологу. Это помогает избежать неожиданных образов. Стилисты, как правило, натуры увлекающиеся. И выбрать гармоничный путь, которому будет следовать вся команда. Героиня Ольга пришла на этапе своего жизненного цикла, когда работа, дома ребёнок, утро снова работа, ребёнок, соответственно, скучная, обыденная жизнь. Ольга любит уходить в детали, тем самым не чувствуя себя и своих собеседников. Я бы ей рекомендовала слышать вопросы, которые ей задают, и слышать вопросы, которые она сама себе задаёт. Пусть от нашей героини будут идти флюиды такие, чтобы захотелось к ней подойти, и чтобы она заинтересовывала других людей, особенно мужчин. У героини произошёл инсайд, что, оказывается, не нужно в новую работу тратить силы и переучиваться, а в старую уйти просто на другой, более высокий уровень, где можно расслабиться побольше времени, уделить семье и просто сверху всё контролировать. Теперь контроль в жизни Оксаны будет фигурировать не в её внутренней жизни и общении с окружающими, а только в работе. Совет героини – возобновить детское хобби, волейбол, танцы, хор, и получать оттуда эмоции, и снова стать весёлой. Веселье и слёз в этой программе будет ровно пополам. Но, заметим, обещанные слёзы будут литься только от счастья и только в финале, когда команда мастеров закончит своё дело. Подстрижёт, покрасит, подровняет, уложит, добавит красок и румянца, вдохнёт новую жизнь в образы наших героинь. Я хочу представить вам мою команду, команду мечты, которая сделала сегодня нереальную красоту. Это Светочка, она была ответственная за волосы. И визажист Аня, она сделала очень красивый макияж. Перед нами стояла задача внести деловитости в образ, сложности и нюдовый макияж, который мы подчёркивали, только подчеркнули. Мы не делали, не добавляли ничего, никакой яркости. Мы подчеркнули красоту, молодость и также динамичность и деловитость нашей героини. Ну как, ты готова на себя посмотреть? Ну, наконец-то уже я готова, да. Девочки, спасибо. Очень здорово. Мне кажется, вот эта динамика, именно стрижки волос, тебе придаёт какой-то такой вот более уверенности, стиля. Ты макияж. Крестная макияж. Мне это спасибо большое. Мы с моей командой потрудились над преображением Оксаны, сделали её образ более современным, ярким. Мы сделали современную стрижку, динамичную, яркую. Сделали окрашенную, вернули Оксане природную яркость, её внешности. Лера сделала укладку. При этом эта прическа, она и не требует большой работы над собой. Оксана так сможет укладываться каждый день. Лера сделала очень такой гармоничный, естественный, но в то же время яркий макияж. И Маша у нас будет преображение фотографировать в новых образах, и мы будем все ждать красивых фотографий. Так, Оксана, готовы? Та-дам! Та-дам! Мы очень рады. Ничего, ничего. Мы очень рады, что вам Оксана нравится. Спасибо большое. Спасибо. Оставим Ольгу и Оксану вместе с командой о стилистах отправим по торговому центру. Посетив большое количество отделов, им предстоит собрать пять актуальных образов. Несомненно, это будут комплекты осень-зима, а ещё немного пайеток и блеска, так как впереди волшебная новогодняя ночь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У моей героини Ольги был запрос на деловой образ. Деловой, но стильный и достаточно молодёжный. Она понимает, что 43 года – это уже как бы не девочка, но в то же время ей очень хочется выглядеть красивой, стильной и по возрасту со своим коллективом. Поэтому в финальном комплекте у меня будет вот такой образ. Это трикотажный комбинезон. У Ольги очень красивая женственная фигура. У неё узкая тонкая талия и красивые округлые бёдра. Тем самым мы подчеркнём, вытянем её немножечко в рост, однотонным цветом комбинезона, подчеркнём ей, сделаем акцент сверху, это водолазка. Опять же, будет не холодно. И комбинезон – это такая некая возможность создавать различные образы. Оля, привет! Привет! Встречался с нашей героиней, с Оксаной. Она сейчас психолога «Малый кристалл». Расскажи мне, как твоё впечатление? Мне Оксана очень понравилась. Мне понравилось её вот это желание быть красивой. Это потому что нашим девушкам иногда не хватает, они всегда ждут, когда они похудеют. Оксана хочет выглядеть красиво, стильно здесь и сейчас. Она обратилась в проект преображения, чтобы мы научили её выглядеть, правильно оформлять свою внешность. В общем-то, я ей поэтому приготовила очень яркие, стильные комплекты, которые будут работать на её цели и делать визуально стройнее, и добавлять яркости в её дни. Это финальный образ, самый яркий, который одновременно привлекает внимание тем, что здесь очень красивое сочетание лилового и такого яркого зелёного, но в то же самое время здесь вот эта вертикаль, она будет вытягивать силуэт Оксаны, она будет у нас очень худенькой и стройной. Добавила яркие аксессуары, кожаные перчатки, ещё у нас будут серьги, потому что Оксана короткая стрижка, и серьги – это её основной аксессуар. В общем, и обувь у нас будет. И пусть настроение наших героинь будет стабильным, а наряды в их гардеробе меняются столь же часто, как и в нашей карусели образов, собранных стилистами. Хочу выразить огромную благодарность проекту «Преображение. Новое я», в котором мне посчастливилось принять участие. Спасибо большое, что выбрали меня, что предоставили мне такую возможность. Мне это действительно было надо. И теперь я чувствую себя совершенно новой, совершенно другой, невероятно красивой, можно сказать, самой обаятельной и привлекательной. Хочу выразить огромную благодарность проекту «Преображение. Новое я» организаторам, стилисту Ольге, фотографам, визажистам, парикмахеру. Какие эмоции я испытала. Это были суперэмоции. Я плакала, когда я увидела себя в зеркало. Этого не передать. Ощущение я не представляла, что такое может быть со мной. Что это я. Вот такая вот озорная, стильная, современная, красивая. Я давно не получала таких ощущений. Вам всем огромное спасибо. Преображение «Новое я» в «Аврора Молл». Следи, удивляйся, участвуй. Зимний шоппинг в «Аврора Молл». Новые коллекции в 150 магазинах одежды и обуви. Мода и стиль в каждой детали. «Аврора Молл» согревает. Тема уюта и домашнего комфорта продолжим и далее. Согласны ли вы с тем, что перекраска мебели невероятно меняет ее внешний вид, а вместе с этим и настроение хозяев дома и даже стиль всей квартиры? Хотите научиться делать это профессионально? Тогда смотрите наш сюжет. Вернуть в обиход старые, но дорогие сердцу вещи. Вписать в современный интерьер то, что давно пылилось на полке. В мастерской Зарины Яковлевой ретро-тумбы и комоды обретают новую жизнь. Анна Жулитова принесла на мастер-класс бабушкины часы, чтобы перекрасить в подходящий цвет. Они били, они били каждые 30 минут. И я помню это из детства, это было как-то интересно. Я помню этот звон, эти часы. И очень хотелось сохранить их, оставить для себя. Но они темно-коричневые, это не подходит для моего интерьера нынешнего. Ирина Афанасьева приехала специально из Сызрани. Она реанимирует старую хлебницу и поднос. Это дерево с резьбой. Я хочу поменять цвет и как-то состарить, чтобы это было интересно, красиво. Весь процесс перекраски и декорирования занимает в среднем 3-4 часа, но бывает и дольше в зависимости от габаритов самих предметов. Мы начинаем с очищения, обезжиривания, если это нужно, грунтуем поверхность, если это нужно. И дальше наносим 2-3 слоя краски. Потом мы делаем состаривание, если нужно, закрываем лаком или воском. И дальше уже делаем декоративные приемы в соответствии с предметом. То есть это патина, поталь, золото. И хотя алгоритмы работы выглядят несложным, все участники мастер-класса утверждают, выполнять действия под присмотром мастера гораздо проще, чем самостоятельно. Во-первых, очень много нюансов. То есть это начиная с того, какой грунт, какой лак, какая краска. То есть покрасить в другой цвет – это одно. А чтобы потом еще пользоваться, то есть это же предметы, которые не просто для красоты стоят. Сам ты не догадаешься или ты потратишь очень много времени на то, чтобы все сделать правильно. А здесь под чутким руководством профессионалов я доверяю. Кроме того, мастер-классы – это форма общения, вдохновения и обмена идеями. В мастерской Зариной Яковлевой они проходят каждую неделю. Чаще всего декорируют стулья, тумбочки, небольшие предметы интерьера. Практика давно распространена в странах Америки и Европы. В Россию она пришла только несколько лет назад. Дать второй шанс любимым, но устаревшим вещам сегодня может каждый. Занятия по дизайну и декору проходят в мастерской 99, на Некрасовской 63, 8, 927, 765, 96, 96. На этом все. Хотите знать больше, чаще? Заходите на наш сайт. Теркотера.ру. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте и в социальных группах Терры. Пишите. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова